Чайно на Watch.Инфо представляет Приветствую дорогие зрители В этом видео обзоре речь пойдет о часах японской марки Casio Модель А158В В этой культовой классической модели существует несколько расцветок В этом обзоре речь пойдет о самой дешевой Серебристой с черным обрамлением Данная модель часов имеет цифросимвольное отображение информации Аналоговых стрелок, как вы видите, нет Присутствует базовая водозащита По стандарту ISO 2281 Об этом нам говорит вот эта надпись Соответствующим значком VR и Water Racist Это самая простая защита, которая бережет максимум от водных брызг и дождя Как написано на корпусе Батарейка в этих часах литиевая Часы изготовлены и собраны в Китае О чем свидетельствует надпись на задней крышке Данный экземпляр, который я держу в руках Был произведен до японского рынка И приехал мне оттуда Задняя крышка, как и браслет Судя по надписям на них Изготовлены из нержавеющей стали Часы у меня в эксплуатации уже год Но каких-либо следов коррозии Или ржавчины Ни на внутренней стороне Ни на внешней Нет С лицевой стороны Часы выполнены Из крепкого пластика Каких-либо потертостей Царапин Сколов Мы тоже Не наблюдаем Часы Оборудованы Тремя кнопками По краям корпуса От всех кнопок Четкий И легкий Сразу понятно Что мы имеем дело С качественной вещи Часы Имеют следующие размеры Толщина корпуса Порядка 8,5 мм Ширина 33,5 мм Высота часов Около 36,5 мм Длина верхней части браслета Около 73,5 мм Длина Нижней части браслета 105,5 мм В ремешке Указана следующая модель С-515N Для замены Браслета на ремешок Или на аналогичный браслет Для нас важен такой параметр Как Ширина Составляет она 18 мм Часы весят 45 грамм До точности взвесим еще раз 44 грамма Браслет В этой модели часов Ходит бюджетный Но качественный Выглядит он довольно интересно Внешней стороны Металл Обработан Очень Сверхно Необычно выглядит И застежка С логотипом Касси Сам Механизм Универсальный При изменении длины Нам не понадобятся Специальные инструменты Сноровки Так как Из этого браслета Не надо удалять Звеней И штифты Как это бывает Обычно с браслетом Для того Чтобы настроить Браслет Достаточно Места Места Указанное Стрелкой Ставить Предмет Типа отвертки Отогнуть Это крепление в сторону И двигатель И двигатель Крепление Крепление Либо влево Либо вправо До нужной длины После этого Часы Можно одеть На руку Для фиксации Мы Вот этот элемент Крючок Цепляем за Штифт Затем Сверху Нажимаем На Нашу эмблему Касю Происходит Челчок И все Крепко Закреплено При ношении Ничего Не болтается И не выглядит Лишним Замена батарейки Происходит Тоже легко Для этого Крестовой отверткой Надо открутить Четыре винта И снять Заднюю крышку Под которой Будет батарейка Теперь Рассмотрим Функционал часов На базовом экране Указаны Время День недели И дата Также есть символ Указывающий В каком формате Указано время В данном случае 24H Формат изменяется Кнопкой Справа При нажатии на нее Появляется Символ PM Или AM Сверху символа PM Находится Символ Указывающий на то Включен ли будильник Или нет Также по соседству с ним Может быть изображен Колокольчик Который Показывает Включен Здесь сигнал Начало каждого часа Верхняя кнопка На этом экране Отвечает только за подсветку Для ее работы Кнопку Нужно удерживать Никакой задержки нет Подсветка Подсветка Представляет из себя Один диод слева Бледно-зеленого цвета Светит она Довольно посредственно Видно лишь час И день недели в темноте Второй экран Будильник Изменение значений Надо нажать Кнопку подсветки Сначала начнет мигать час Для выбора нужной цифры Не надо нажать на правую кнопку После Нажимаем снова на кнопку подсветки Начинают мигать мигнуты Также Правой кнопкой Выбираем Подходящую цифру Если Удерживать кнопку долго Цифры начинают двигаться Намного быстрее Нажав третий раз На подсветку Данные Сохраняются В базовом положении Второго экрана При нажатии на правую кнопку Происходит выбор Следующих функций В правом углу Мы видим символ Из нескольких полосок Напоминающий символ Уровня сигнала сети Например В мобильном телефоне Когда мы видим этот символ Будильник включен Продолжительность Будильника 20 секунд Если Нажать на правую кнопку еще раз Это значок исчезнет И вместо него рядом появится колокольчик Колокольчик делает так Что часы будут в начале каждого часа Однократно пищать Следующее нажатие на кнопку Активирует обе функции одновременно Ну и нажав на кнопку еще раз Все функции отключаются Третий экран Режим секундомера Для того Чтобы запустить секундомер Надо нажать На кнопку справа Для остановки Секундомера Или паузы Надо нажать на эту кнопку снова Мы можем Сбросить Эти показания Нажав на кнопку подсветки И запустить секундомер Снова Останавливаем секундомер Нажимаем на кнопку подсветки Происходит сброс Также В режиме секундомера Есть режим Раздельного времени Запускаем секундомер кнопкой Справа Нажимаем на кнопку подсветки Появляется Надпись лэп Секундомер Продолжает работать Но мы этого не видим Нажимаем снова На кнопку подсветки На кнопку подсветки Вот Секундомер Продолжает свое движение Секундомер можно использовать Следующим образом Нажимаем на правую кнопку После того Как финиширует первый участник Нажимаем на кнопку подсветки После того Как финиширует второй участник Мы нажимаем на кнопку Справа Справа В экране никаких изменений не происходит Это сделано для того Чтобы мы успели записать время Первого участника Затем мы нажимаем На кнопку подсветки И видим время С каким финишировал Второй участник Для сброса Снова нажимаем на кнопку подсветки Четвертый экран Это экран настройки времени и даты Управление на нем Такое же как и на экране будильника Подсветкой Выбираем Значения Которые Мы хотим Изменить А правой кнопкой Изменяем И выбираем нужную цифру Изменения Происходят по кругу Когда выбраны секунды И мы нажимаем на правую кнопку Происходит догобнуление Для того чтобы Закончить настройку времени Нужно нажать На левую кнопку Нижнюю Которая находится под подсветкой И перейти на базовый экран Время настройки времени Если в течении двух или трех минут Не нажимать ни на какие кнопки Тоже происходит возврат Базовым экраном Ну и напоследок Проверим Являются ли данные часы Оригиналом И мы можем делать подделки На базовом экране В течении Пяти секунд Удерживаем Правую кнопку В тесте Появляется слово каша Высоковероятность Что мы имеем дело С оригинальной продукцией Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому